Партнер проекта Планета Фейерверков. Огромный выбор продукции ведущих российских марок. Новогодние скидки и акции. Добрый вечер, дорогие друзья. 18 декабря, четверг, и вы смотрите программу «Что случилось?». Меня зовут Алексей Перепелица. На шахтеров сбили пешеходы, а на Керенского автобуса въехал в школьный двор. Об этом и не только мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Пока я напоминаю, что нас можно смотреть не только по телевизору, но и онлайн. На сайте tvk6.ru. Если что-то пропустили, все наши выпуски вы найдете в нашей группе во Вконтакте. Ну а пока передаю слово моим коллегам. Остались ли у красноярцев новогодние игрушки со времен СССР? Узнайте совсем скоро. Через пару минут красноярцы расскажут вам, как у них дела. А вы любите входить в кино? Я, например, просто обожаю. Самую свежую порцию Кинолен смотрите в программе «Что случилось?». Рекламный ход или забота о потребителях. Один из гипермаркетов Красноярска сегодня объявил о заморозке цен на дюжину товаров на полгода. В магазине пообещали, что в течение шести месяцев стоимость останется неизменной на определенной марке макарон, подсолнечного масла, соли, сока, молока и кое-что другое. Это продукты из социальной корзины, продукты в первой необходимости. То есть мы рассматриваем социальную корзину, мы произвели переговоры с производителями по этой социальной корзине. И вот по этим продуктам нам в первую очередь удалось договориться с производителем. В гипермаркете заверили, товар с замороженными ценниками будет надлежащего качества и его хватит на всех. Посмотрим, сдержит ли свое обещание крупная торговая сеть. Завышают курс? Жалуйтесь! Пользуясь нестабильной финансовой обстановкой, многие коммерческие банки подняли курсы доллара и евро до небывалых высот. Все подробности у Вячеслава Голубева. Курс валют Центрального банка на сегодня 59,60 рубля за доллар и 73,34 рубля за евро. На электронных табло коммерческих банков начали появляться собственные курсы валют, гораздо выше официально установленных. Некоторые из них предлагают покупать тот же евро по 120 рублей. Недешево. Российское правительство призывает жаловаться на спекулянтов филиалы Центрального банка в нашем городе. В Роспотребнадзоре же нам сказали, что с этим вопросом не к ним. А дозвониться до филиала Центрального банка в нашем городе у нас попросту не получилось. Что делать в таком случае неясно. Остается только печалиться. Сегодня днем на улице Керенского у автобуса 76 маршрута отказали тормоза. Он столкнулся с еще одной маршруткой и, протаранив забор, влетел в школьный двор. Пострадали несколько человек. Подробности у Вячеслава Голубева. На улице Керенского примерно в 2 часа дня произошло ДТП с участием двух маршруток. Как рассказывает женщина, которая находилась за рулем 76 автобуса, при движении в сторону Копылова у нее отказали тормоза. Столкнувшись с другой маршруткой, водитель 76 вырулила на пустую встречку. После автобус без тормозов выехал на тротуар, снес ограждение школы и только тогда остановился. Травмы получили три пассажира. На этом автобусе женщина со стажем вождения 14 лет работала первый день. Утром я выехала, все было нормально. Я с утра работаю 5.27, выехала, тормоза были нормальные. Ну то есть я уже не один рейс сделала. И трагическая авария на Шахтеров. Сегодня утром 28-летний водитель на Тойоте сбил женщину. По предварительной информации это произошло на пешеходном переходе. Женщина погибла на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Каждый пешеход должен убедиться, что его пропускают автомобили, даже если он передвигается по зебре. И каждый водитель, в свою очередь, должен и обязан по правилам дорожного движения уступить автомобилю со спецсигналами. Но, к сожалению, в настоящей жизни получается все не так, как нам хотелось бы. Подробнее об этом в проекте «Дорожные войны» из Красноярска. Обращаемся к водителям, гражданам города, может быть, к водителю той реанимации. И вообще, к свидетелям этого ДТП хотелось бы какие-то доказательства. Да, доказательства, что скорая действительно была, что я начала перестраиваться, когда автомобиль стоял. Может быть, кто-то что-то видел, просьба откликнуться. Нам обратилась девушка с просьбой найти очевидца в ДТП, в которое она попала. По словам Анастасии, она уступила машине скорой помощи, но при этом в нее врезался другой автомобиль. Второй участник аварии утверждает, что никакой машины скорой помощи не было. ДТП произошло 21 ноября на пересечении авиаторов и Алексеева в районе 17 часов 50 минут. Если вы были свидетелем этого происшествия, сообщите об этом в нашу группу во ВКонтакте. Какие же заботливые и чуткие пассажиры сопровождают красноярских водителей. Все устали стоять в пробке и нервничать. Молодой человек решил разрядить обстановку, вышел из внедорожника, встал посреди дороги и выполнил сальто назад. Были бы у водителей руки свободны, сорвал бы аплодисменты. Дорожные полицейские уже работают над одним ДТП на пересечении КПЛО Керенского. И, видимо, нехорошая аура окутала водителей поближе. Если решил проскочить, не тормозит. Не решил убедить из-за опасности своего маневра. Наверняка, если бы водитель, который совершал полурок, нажал на газ, второй аварию удалось бы убежать. Похожая ситуация только уже в Омске. Аварии такого характера происходят ежедневно. Тут, конечно, шансов проскочить не было. Да и таблетка покрепче будет легковушкой. Смотрите на эти ситуации по телевизору, в интернете, но только не попадайте в них сами. Будьте осторожны. Красноярску, похоже, не дают покоя лавры Голливуда. После нашумевшего фильма «Дороги» красноярские кинематографисты закончили работу над картиной «Блеф». Режиссеры и творческие группы у этих фильмов разные. По словам создателей «Блефа», действие триллера разворачивается вокруг любителей азартных игр, на что они готовы родить денег и победы. Бюджет фильма составил всего 60 тысяч рублей. Необходимое оборудование предоставил молодежный центр «Зеркало». Работа над картиной длилась около двух лет. Авторы фильма Александр Шелл и Александр Конов планируют отправить фильм на зарубежные кинофестивали, а также запустить показ картины в кинотеатрах нашего города. Самая идея появилась лишь в феврале 2013 года. Начали мы снимать в августе, когда все подготовили. Ну, а потом зимние условия, трудности с деньгами, несовпадение графиков. Ну, и самая загвоздка в сюжете. Он в одну ночь, поэтому, естественно, нам нужно было ловить погоду, время года, соответственно. Плохой фильм, если не ставишь на паузу, когда идешь на кухню за кружечкой горячего чая. Об этом говорить сегодня не будем. Моя коллега Мила Хренова отправилась в кинотеатры города, чтобы приготовить для вас киноновинки предстоящей недели. Давайте посмотрим. И самая первая новинка от российских киношников. Их приговорили к пожизненному изгнанию с планеты и отправили в опасный путь. Ирвины Кристи идут на поиски счастливых островов. Счастливых, потому что там можно жить, а не медленно умирать, быстро теряя человеческий облик. Вот только еще никому не удалось пройти 300 километров через болото. Этот фантастический квест понравится наверняка каждому. Ну а если вам не по душе фантастика и вы любите что-нибудь поострее, то сходите на ужастики. Когда шесть девочек родятся шестого дня, шестого месяца сбудется проклятие. И только одна из шестерых останется в живых, и она станет рукой дьявола. Вот такая жуткая история о шестерых юных леди. А если не хотите ни то и ни другое, то тоже правильное решение. Лучше сходите на добрый и смешной мультик. Например, посмотрите 3D-шную историю об астериксе и обеликсе. Они как всегда пытаются расправиться с Цезарем, который хочет уничтожить всех галов. Галы хотят жить как римляне. А? Ваш план сработал. Они играют по нашим правилам. Совершим налет на деревню. А потом начнется полный фарш. Котлетки. Опять голодный что ли? Мотель. Нет, враг не пройдет. Друзья, активизируемся. Наш конкурс двойников вышел на финишную прямую. Через неделю, 26 декабря, в прямом эфире, мы подведем результаты конкурса и пообщаемся со всеми финалистами. Кто из них больше всего похож на известного человека, артиста или актера, решать вам, нашим телезрителям. У вас остается всего несколько дней, чтобы загрузить в нашу группу во ВКонтакте свое фото в образе известного актера, певца или персонажа кинофильма. Не забудьте приложить фото оригинала, чтобы мы могли сравнить, похожи ли вы на самом деле. Дерзайте, времени осталось немного, а подарки, поверьте, достойные. Моя коллега Вика Щапова не будет спрашивать у вас, на кого вы похожи. Зато знайте, что происходит в вашей личной жизни, и она узнает точно. Далее рубрика «Как дела?». Смотрим. Всем привет, я Вика Щапова, и это рубрика «Как дела?», в которой мы знакомим вас с главной достопримечательностью Красноярска. С красноярцем. Пойдемте спросим, как у них дела. И почистим обувь сейчас, мы быстренько. Как дела? Замечательно. Я человек поиска себя. Я танцами занимаюсь. Хип-хоп хочу, все хочу. Там, понимаете, такой танец, что партнер ведет, ты ведешься. Все, куда я езжу, это танцы. Я долго засыпаю. Мне нравятся эмоции. Начала я тренироваться, и понимаю, оно тяжело, не могу. Я с ума сошла. Зачем оно надо, потом понимаю, зачем. И заканчиваю. Ты не знаешь, где тут мусорное ведро? Я только пришел. Это все, что меня интересует. Как дела? Да все отлично. Ну, это что-то такое, такое. Ну, хотелось бы что-то строгое такое. Ну, такое строгое, и именно акцент сделан на губы на свои. На кого-нибудь стрельнуть. Ну, такие оболтусы в таком виде, в общем. Примерно вот как Стас. Хорошо, хорошо. Мне сейчас сойдет. А вы не знаете, куда жвачку выброситься? А я тоже вот держу в руках. Не знаю. Ладно, понятно. Ладно, мы пошли искать ведро. Как у вас дела? Нормально. Я за вами убрал. Всего больше. Пожалуйста. Я не могу сказать, что я гуманитарий. Жи-ши? Пи-ши-си. Ча-ща? Через я. А, нет. Правда, правильно? Мы же гуманитарий. У меня такое ощущение, что с моими результатами я буду жить на улице. Спасибо. Я плохо подмел. Там одна девушка, которая ходила босиком, мне не понравилось. Когда я ей сказал, ну вы бы ходили в обуви. Нет, я вообще был вопрос такой. Вы бы одели что-нибудь на ноги? А то я как бы тут бокал разбили, я плохо понимаю. А что мне одеть? Ну люди как в обуви с 18 века носят, наверное. Не знаю. Спасибо. Спасибо. За это не любят люди, они всегда смеются рядом со мной. А в следующий раз, пока мы ищем друг друга в ВКонтакте, я спрошу, как дела именно у вас. Не уходите далеко от меня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу сказать, это знаете, из какого, 73-го года. Тогда же были то Дед Мороз, то такой какой-то зайчик, то там еще что-то такое с изюминкой. Помню, были такие елочки из необычного материала. То есть не совсем стекло, черт знает, что это такое, но было здорово. Как хворост, так длинный. Стеклянные игрушки разных форм, всякие снегурочки Деда Мороза, елочки и прочее. Я из Армении привезла с тобой давно-давно. Шишки, сосульки. Петушок, балерина, зайчики. Очень много прям такие маленькие. Ну и все, наверное, так мишек, свинки, вот всякие такие, на прищепках даже. Как думаешь, сколько им лет? Ой, ну им лет, я думаю, 30-40, если не больше. В Красноярских исправительных колониях тоже уже вовсю готовятся к Новому году. Елки пока не наряжают, зато шьют костюмы, одежду для кукол и игрушки. Уже больше 100 тысяч таких подарков в скором времени окажутся в магазинах Красноярска. Один из заключенных колонии номер 5 относится к швейному ремеслу не просто ответственно. Он вкладывает в него всю душу. Уже 4 года Сергей шьет шубы Деду Морозу, мягкие игрушки и варежки для снегурочек. Конечно, нравится, не только детям, но и взрослым. Конечно, желательно детям, потому что дети родители просят, родители им покупают. Конечно, детям приятно хочется сделать. Есть люди моим детям приятно делают на данный момент. И также мне хочется другим детям сделать приятно на этот момент. Так я вот работаю и делаю детям приятно. Шью от души, шью для детей, чтобы у них было светлое будущее. Процесс создания костюма разных сказочных персонажей очень увлекательный и интересный. Один из заключенных поделился с нами практическими советами. От данных деталей, в принципе, можно заготовить в течение смены тысячу-полторы тысячи спин конкретных. Это вообще самая большая часть здесь, она не сложная. Здесь еще пришивается замочек, и все, как бы спинка готова. Сейчас в исправительной колонии номер 5 работа идет полным ходом. Над созданием облачений для новогодних героев трудится 60 человек. Объемы с каждым годом растут. При этом портные строго относятся к качеству и отвечают за каждый шок. Ну а сейчас настало время нашего традиционного розыгрыша подарков. И сегодня мы готовы подарить вам еще один набор для селфи. Вот такую елочку, в которой есть все для создания забавного фото на Новый год. Две пары очков, усов и, конечно же, корона. Итак, задание. Следующее. За ближайшие полчаса вы должны нарядиться в новогодний наряд символа предстоящего года «Овечки» и выложить в нашей группе во ВКонтакте фотографии. Автор самого классного снимка получит наш подарок. Но вы не приключайтесь. Сейчас маленький блок полезной информации и прогноз погоды. А затем наша новая программа «Вечер в Кубе». О ценах, долларах, кредитах и банках на этой неделе не говорят разве что ленивые. Вот и мои коллеги Вячеслав Голубев и Евгения Головина решили разобраться, что почем. Ребята, передаю вам слово, а мы с вами увидимся через полчаса. Не приключайтесь. Мы действительно поговорим сегодня о том, какие банки находятся под угрозой закрытия, о том, как россияне относятся сейчас к кредитам, готовы ли они их брать. Но главное, чем грозит повышение ключевой ставки обычному потребителю. Что делать, если у вас нет денег, чтобы погасить кредит и в чем хранить свои сбережения? Добрый вечер, я Евгения Головина. Добрый вечер, я Вячеслав Голубев. Вопрос, который сейчас волнует, наверное, всех. Повышение ключевой ставки центральным банком с 10,5% до 17%. Резкое повышение или понижение ключевой ставки свидетельствует о кризисе в экономике. С начала этого года ключевая ставка составляла 5,5%. С тех пор она менялась 6 раз. И вот, 17%. Что же это означает? Что такое ставка рефинансирования? Это процент, под который самый главный банк страны занимает деньги всем остальным банкам. В обычных случаях шаг ключевой ставки не превышает 0,5%. Поднятие же ставки на 6,5 пунктов до 17% означает, что именно под этот процент Центробанк будет выдавать кредиты остальным банкам. А те, в свою очередь, кредитуя физических и юридических лиц, прибавят к этому свой процент. Причина, по которой Центробанк пошел на такой шаг – желание сдержать инфляцию. Чем меньше желающих взять кредит, тем меньше новых денег в обороте и крепче рубль. С большой ключевой ставкой невыгодной становится и спекуляция рублем. Однако некоторые эксперты в эффективности такой стратегии сомневаются. Кризис случился и становится очевидной проблема того, как и где хранить свои сбережения. Но еще многие россияне задумываются сейчас о том, чтобы досрочно погасить кредиты. Да, Центробанк в новом 2015 году ожидает, что инфляция вырастет до 11,5%. В таком случае, возможно, досрочное погашение кредита, вероятно, не будет иметь смысла. Тем более, если ставка по вашему кредиту меньше, чем инфляция. В таком случае, не проще ли хранить деньги в банке под большим процентом, нежели гасить кредит досрочно? Сразу после блока полезной информации мы поговорим с доктором экономических наук о том, что сейчас происходит с кредитами, будут ли расти процентные ставки и нужно ли досрочно гасить кредиты. Ирина Александровна Янкина, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Сибирского федерального университета. Здравствуйте. Добрый вечер. Хочется нам и, наверное, нашим телезрителям узнать о том, увеличилась ключевая ставка. Что это значит для банков и, наверное, даже больше для граждан? Ну, сейчас все говорят про ключевую ставку. В принципе, это цена денег, цена кредитов, которые предоставляет Центральный банк коммерческим банкам. А они, в свою очередь, предоставляют и предприятиям, и населению. То есть получается, теперь если человек захочет получить кредит, то он получит его по ставке, естественно, больше, чем 17%. Ну, естественно, да. Кредиты возрастут. Ну, сейчас вопрос стоит о том, что потребительские кредиты там должны были установить с 1 января максимальную процентную ставку Центральный банк, выше которой не имеет права подниматься. Банки не имеют права подниматься. Да. Вопрос еще до конца не урегулирован. Банки просят на полгода сделать, ну, так называемый мораторий. Ну, чуть-чуть подождать, чтобы им маленечко вот войти в русло, так сказать. Ну, за эти полгода могут очень сильно пострадать, получается, обычные потребители, у которых кредиты возрастут, ставки до неизвестно каких цифр. Ну, так получается, да. Потребители обычные. Кстати, многие из них имеют и не один кредит, по 4, по 5 кредитов. Из-за этого у нас и неплатежи серьезно возросли. Это очень большая доля просроченной задолженности, которая влияет и на убытки банков, и на их нормативы обязательные экономические, которые они, получается, не выполнят. А значит, их закроют. Скажите, пожалуйста, вот ваше личное субъективное мнение, вот эта мера в данный момент времени, она была адекватной? И для чего, в первую очередь, это делалось? Я удивляюсь, почему у нас растут ставки, предлагаемые Центральным банком. Они должны снижаться. Так же, как и в любой стране, мы должны приближаться, ну, допустим, вот ставки в развитых странах полпроцента, один процент. Мы должны приближаться к этим рубежам. А у нас пока мы все боремся со спекуляцией, с инфляционными моментами различными. Брать кредиты или ипотеки сейчас абсолютно ненужно и невыгодно. А как быть с кредитами, которые уже есть? Их стоит досрочно гасить? Если условия кредитного договора позволяют, конечно, лучше погасить. Ну, в принципе, вы как по процентной ставке, она же не изменится. Будете платить те же суммы. Другое дело, если у вас кредиты в валюте. У нас уже многие люди столкнулись с этим, что особенно это ипотечные кредиты. Когда люди рассчитывали, что будет в месяц платеж 20 тысяч, а теперь он в три раза увеличился, 60 тысяч. В чем же в этой ситуации выгодно хранить свои деньги, свои сбережения? Хранить в реальных ценностях. В реальных ценностях. Это и золото, это и какой-то всегда востребованный бизнес. Его надо либо создавать, либо продолжать. Недвижимость, возможно, какая-то. Недвижимость, конечно. В будущем времени у нас будет чем вздохнуть? Или все-таки никто не может сказать, как там дальше ситуация повернется? В будущем, если мы все поймем, что хватит прекращать в государстве заниматься, купи-продай. И это очень легко жить вот так вот. Здесь купил, чуть дороже продал. Надо заниматься конкретными делами. Что-то производить. Элементарно. Садить картошку, морковку. Элементарно. К этому, наверное, не перейдем. Ирина Александровна Янкина, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Сибирского федерального университета, была у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Хранить деньги во вкладах, конечно, хорошо, но последнее время довольно небезопасно. В 2014 году лицензии лишились более 50 банков. С конца прошлого года в нашей стране участились случаи лишения лицензий и банкротства банков. Неприятности начали настигать как молодые организации, так и опытных игроков финансового рынка. Причинами становились либо нарушения банками законодательства, либо их несостоятельность. Так, например, за неисполнение федеральных законов и неспособность рассчитаться с кредиторами в октябре месяце была отозвана лицензия у Московского банка «Народный кредит», крупный филиал которого находился в нашем городе. Неблагоприятная аура вокруг банка может возникнуть из-за неправильной политики руководства. Из последних случаев история Красноярского банка «Кедр» – финансовой организации с многолетней практикой. В банке было введено конкурсное управление. Чтобы обезопасить вкладчиков, была инициирована так называемая процедура санации – финансового оздоровления. Однако, несмотря на то, что все вклады до 700 тысяч рублей были застрахованы, слухи о нестабильности организации стали множиться, что привело к закрытию счетов и оттоку клиентов. Тема кредитов и их погашения сейчас актуальна, как никогда ранее. Наши корреспонденты провели опрос и выяснили, как красноярцы относятся к кредитам, готовы ли они их брать сейчас и много ли тех, у кого они уже есть. Скажите, пожалуйста, у вас есть кредит? Нет. А почему нету? Не нужно мне. Просто не нужно. То есть хватает денег? Просто нет необходимости. У вас есть кредит? Нет. А почему нет? Ни к чему, потому что. Ну, зимний ажиотаж, праздники, побольше денег, нет? Нет. Спасибо. Не связываться. У вас есть кредит? Нет. А почему нету? Ну, обходимся. А не хотели бы взять? Да нет, желания нету. А почему нету желания? Ну, как-то своими социальными обходимся. У вас есть кредит? Нет. А почему нету? А зачем я и так обхожусь? А не хотели бы взять? Нет, не хотела. У вас есть кредит? Да. Регулярно платить? Да. А хотели бы досрочно погасить? Ну, можно было бы. Ну, работу там ищите для... Да нет, я работаю. Все устраивает? Да. У вас имеется кредит? Нет. Нет, не имеется. Мы не пользуемся. А почему не пользуетесь? Это дорого. Дешевле так купить. Большие проценты сюда. Невыгодно, то есть, да, сейчас нашим? Конечно. Спасибо большое. А у нас в гостях Антон Маховик, юрист, член общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией и терроризмом». Добрый вечер. Здравствуйте, Антон. Что делать человеку, если у него нет возможности платить по кредиту? Человеку следует обозначить, что у него так и так произошла подобная ситуация, обозначить, с чем связана его временная неплатежеспособность и всячески продемонстрировать, что он не отказывается от платежа, он не отказывается от того, что должен банку. Просто сложилась такая ситуация, и он просит решить вопрос о возможности урегулирования. Соответственно, со стороны банка возможно несколько вариантов действия. Во-первых, банк может решить вопрос о какой-то реструктуризации долга. То есть пересмотреть сроки платежей, возможно пересмотреть процент, ну, предложить человеку другие условия. Также банк может определенным образом объявить так называемые кредитные каникулы, то есть решить вопрос о том, чтобы отсрочить основной платеж на срок до одного года. И на человека будут возлагаться обязанности платить только проценты по договору. Таким образом платеж будет все-таки снижен. Вопрос, если ситуация переросла в такое русло, поздно пить боржоми, банк уже подал в суд должника? Судебный порядок рассмотрения претензий банка, он все-таки наиболее предпочтителен в той ситуации, когда банк не согласился войти в положение должника и каким-то образом помочь ему разрешить эту ситуацию, поскольку в судебном порядке возникает возможность, во-первых, не сталкиваться с коллекторами или иными организациями, которым банк может переуступить свое право требования, решать вопрос все в законодательном поле. Соответственно, в суде никто не станет выкручивать должнику руки, никто не будет звонить по ночам его родственникам, никто не будет ему угрожать. И в судебном порядке можно будет решить вопрос о размере тех выплат, которые действительно в соответствии с законом причитаются банку. Мы сегодня говорили, что у многих банков отзывают лицензии. Представим, что банк, у которого отозвали лицензию, и вкладчику что делать, если у него там лежал вклад в размере, я знаю, что есть разница, до 700 тысяч и более, чем эта сумма. Как быть тогда? Лицензия. Существует специальное учреждение, государственная корпорация, агентство по страхованию вкладов. У них имеется официальный сайт, на котором размещена полнейшая информация, во-первых, по поводу всех банков, у которых отозваны лицензии. Там сразу же на основной, на главной странице сайта размещается в тот же день, когда все это происходит, ситуация с возникновением страхового случая. Как только у банка отозвана лицензия, это агентство занимается вопросом по поводу подыскания банков-агентов, которые будут возмещать непосредственно вкладчикам вот эти вот суммы. В течение шести дней данная корпорация подыскивает банки-агенты, размещает на своем сайте официальную информацию о них. В течение 14 дней, с того момента, когда отозвана у банка лицензия, после истечения вот этих 14 дней, у гражданина возникает право обратиться с заявлением о компенсации ему вкладов. Если речь идет о сумме вклада до 700 тысяч включительно, в рублевом эквиваленте, гражданин обращается, и в течение трех дней ему должны компенсировать этот вклад. Никакой спешки, никакой экстренности не существует. До окончания ликвидации банка, а эта процедура протекает в период до двух лет, граждане могут обратиться, и им будет все это компенсировано. Так в течение трех дней или в течение двух лет? Вот здесь момент, ты должен успеть в эти три дня? В течение трех дней с момента подачи заявления гражданину будет перечислена эта компенсация. Но обратиться он может в течение двух лет. То есть, коротко, вкладчик заходит на сайт, находит банки, которые должны выплачивать вот этот самый вклад, который был, приходит туда, пишет заявление, через 14 дней приходит туда, пишет заявление, в течение трех дней получает свой вклад. Если сумма превышала 700 тысяч? Если сумма превышала 700 тысяч, тут возникает уже более серьезная ситуация. Те цифры, которые превышают 700 тысяч, за их компенсацией с требованием гражданин может обратиться только уже в процедуре банкротства банка в процессе ликвидации. Значит, с того момента, как у банка отзывают лицензию, назначается временная администрация банка. И, соответственно, после взыскания первоначальных 700 тысяч повторно нужно обратиться с заявлением, сообщить о том, что имеются денежные средства в более крупной сумме, ну и в дальнейшем, когда уже... Обратиться куда? Вот теперь уже на оставшуюся сумму? Ко временной администрации банка. Все той же. Как долго в современной практике длится вот именно такая процедура? Ну, речь идет о том, что где-то в течение до двух лет может это все продолжаться, процесс ликвидации банка и соответствующих выплат. То есть, подводя итог, можно говорить о том, что все суммы, которые были больше, чем 700 тысяч, с ними будет гораздо все проблематичнее, сложнее. И еще не факт, что человек их получит в полном объеме и в полном размере. Да, можно сказать и так. И на данный момент есть немножко позитивная информация о том, что Госдумой в первом чтении одобрен законопроект о том, чтобы эту сумму увеличить до 1 миллиона рублей. Ну, соответственно, когда пройдет все три чтения, когда будет одобрено Советом Федерации, подписано президентом, с того момента, значит, будет распространяться данная сумма уже на все вклады, вне зависимости от того, когда эти были вклады сделаны, до принятия или после принятия. Антон, спасибо вам большое. У нас в гостях был Антон Маховик, юрист, член общественной организации Комитет по борьбе с коррупцией и терроризмом. Ну, что ж, мы продолжаем, да. И главное-то вопрос остается по сей день открытым. Что делать простому обывателю со своими вкладами? Мне кажется, в этом случае нужно просто становиться экономически подкованным, взвешивать все за и против. А вот где на самом деле лучше хранить свои деньги, мы расскажем в следующем сюжете. Боитесь потерять в кризис все, что нажито непосильным трудом? Подумайте о том, куда можно вложить свои кровные. Есть несколько вариантов для начинающих инвесторов. Вкладывать в валюту в наше нестабильное время эксперты не советуют слишком высокие колебания. Можете потерять и деньги, и нервы, наблюдая за изменениями на валютном рынке. Золото – вариант более стабильный, но не очень удобный. Придется покупать сейф или ячейку в банке для хранения ваших слитков. Плюс продать их без уплаты налога можно только через три года с момента покупки. Эксперты советуют помнить о двух принципах инвестирования. Чем выше ожидаемая доходность какого-то инвестиционного продукта, тем выше риски, связанные с вложением в эти инвестиции. Верное и обратное правило, что чем меньше риск, связанный с вложением в тот иной инвестиционный продукт, тем вероятнее всего и ниже доходность. Второй принцип – не стоит хранить все яйца в одной корзине. То есть по факту это означает, что ваши вложения необходимо диверсифицировать, то есть использовать несколько различных инвестиционных товаров, инвестиционных продуктов для своих вложений. Третий вариант – недвижимость. Шансы уйти в минус при таком вложении практически нулевые. Специалисты предрекают, что дефицит жилья будет сохраняться долгие годы. Минус вложения в недвижимость – приобретенный объект требуется содержать, оплачивать счета, возможно сдавать в аренду. Неплохой вариант для начинающих инвесторов – покупка акций, но здесь нужно выбирать крупные компании. В условиях кризиса это могут быть российские фирмы, занимающиеся мясомолочной продукцией, которые вступили в конкуренцию с зарубежными. В целом эксперты советуют не надеяться, что при вложении в кризис вы будете купаться в деньгах. Главная задача – сохранить то, что имеете. А тратить деньги сейчас лучше всего на дополнительное образование, получать новые навыки и, соответственно, новый источник дохода. Добрый вечер! Для вас любовный гороскоп. Овин. Мнение любимого о вас значительно повысится, если добавите к своим достоинствам хотя бы маленькую порцию скромности. Тельцы. Всякие неприятные хлопоты ожидают вас в случае ссоры с любимым человеком. В целом время благоприятно для личной жизни. Близнецы. Опасность, подстерегающая на пути к безоблачной любви, не омрачит вашего будущего. Сейчас помечтать не вредно, а полезно, потому что фантазии сбудутся. Раки. Шансы покорить чье-либо сердце заметно увеличиваются. Вас ожидает бурный период, особенно в том, что касается личной жизни и увлечений. Львы. Новое любовное увлечение доставит вам массу эмоций и удовольствий. Весьма выгодной окажется встреча с давним другом. Неделя подходит для улаживания личных проблем. Девы. Звездное небо подсказывает, что сейчас вы можете завязать романтическое знакомство. В любви тоже нужна тренировка. И чтобы не потерять любовную форму, стоит заняться тренингом. Весы. Успех в любви должен сопутствовать все эти дни. Возможны отношения с человеком, с которым будет значительная разница возрасти. Скорпионы. Популярность у противоположного пола должна сопутствовать на этой неделе. Если вы будете выглядеть как конфетка, совершенно необходимо распланировать действия по завоеванию неприступного сердца. Вот этим сейчас и займитесь. Стрельцы. Новые интересные знакомства на грани любви и дружбы. Можете нечаянно узнать об истинных чувствах вашего близкого друга. Все, о чем вы когда-либо мечтали, имеет шанс исполниться и воплотиться. Козероги. Время диктует настойчивость и упорство в любви, проявив которое вы добьетесь признания. Старайтесь не застрять внимание на возникающих трудностях. Водолея. В любви не бойтесь новизны и легкой театральности. Получение на этой неделе финансовой помощи от любимого не должно становиться правилом. Иначе любовь идет быстро. Рыбы. Вы сейчас не способны влюбиться по-настоящему и даже не предпринимайте попыток к этому. Супруги могут сильно поссориться, если не уступят друг другу. К сожалению, именно в эти дни возможны неосторожные поступки и слова. С вами была Марина Моргунова. Я желаю вам приятных и незабываемых встреч в любое время дня и ночи. Это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Смотрите нас на следующей неделе в то же время. Мы говорим только о тех новостях, которые действительно вас волнуют. До встречи. Мы передаем слово нашим коллегам из программы «Что случилось?». Увидимся. Партнер проекта «Планета фейерверков». Огромный выбор продукции ведущих российских марок. Новогодние скидки и акции. Добрый вечер, дорогие друзья. 18 декабря, четверг, и вы смотрите программу «Что случилось?». Меня зовут Алексей Перепелица. На шахтеров сбили пешеходы, а на Керенского автобуса въехал в школьный двор. Об этом и не только мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Пока я напоминаю, что нас можно смотреть не только по телевизору, но и онлайн на сайте tvk6.ru. Если что-то пропустили, все наши выпуски вы найдете в нашей группе во ВКонтакте. Ну а пока передаю слово моим коллегам. Остались ли у красноярцев новогодние игрушки со времен СССР? Узнайте совсем скоро. Через пару минут красноярцы расскажут вам, как у них дела. А вы любите входить в кино? Я, например, просто обожаю. Самую свежую порцию кинолен смотрите в программе «Что случилось?». Сегодня днем на улице Керенского у автобуса 76 маршрута отказали тормоза. Он столкнулся с еще одной маршруткой и, протаранив забор, влетел в школьный двор. Пострадали несколько человек. Подробности у Вячеслава Голубева. На улице Керенского примерно в 2 часа дня произошло ДТП с участием двух маршруток. Как рассказывает женщина, которая находилась за рулем 76 автобуса, при движении в сторону Копылова у нее отказали тормоза. Столкнувшись с другой маршруткой, водитель 76 вырулила на пустую встречку. После автобус без тормозов выехал на тротуар, снес ограждение школы и только тогда остановился. Травмы получили три пассажира. На этом автобусе женщина со стажем вождения 14 лет работала первый день. Утром я выехала, все было нормально. Я с утра работаю, 5.27 выехала, тормоза были нормальные. Ну то есть я уже не один рейс сделала. И трагическая авария на Шахтеров. Сегодня утром 28-летний водитель на Тойоте сбил женщину. По предварительной информации это произошло на пешеходном переходе. Женщина погибла на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Каждый пешеход должен убедиться, что его пропускают автомобили, даже если он передвигается по зебре. И каждый водитель, в свою очередь, должен и обязан по правилам дорожного движения уступить автомобилю со спецсигналами. Но, к сожалению, в настоящей жизни получается все не так, как нам хотелось бы. Подробнее об этом в проекте «Дорожные войны» из Красноярска. Обращаемся к водителям, гражданам города, может быть, к водителю той реанимации. И вообще к свидетелям этого ДТП хотелось бы какие-то доказательства. Да, доказательства, что скорая действительно была, что я начала перестраиваться, когда автомобиль стоял. Может быть, кто-то что-то видел, просьба откликнуться. Нам обратилась девушка с просьбой найти очевидца в ДТП, в которое она попала. По словам Анастасии, она уступила машине скорой помощи, но при этом в нее врезался другой автомобиль. Второй участник аварии утверждает, что никакой машины скорой помощи не было. ДТП произошло 21 ноября на пересечении авиаторов и Алексеева в районе 17 часов 50 минут. Если вы были свидетелем этого происшествия, сообщите об этом в нашу группу во ВКонтакте. Какие же заботливые и чуткие пассажиры сопровождают красноярских водителей. Все устали стоять в пробке и нервничают. Молодой человек решил разрядить обстановку, вышел из внедорожника, встал посреди дороги и выполнил сальто назад. Были бы у водителей руки свободны, сорвал бы аплодисменты. Дорожные полицейские уже работают над одним ДТП на пересечении Копылова-Керенского. И, видимо, нехорошая аура окутала водителей поблизости. Если решил проскочить, не тормози. Не решил, убедись в безопасности своего маневра. Наверняка, если бы водитель, который совершал поворот, нажал на газ, второй аварии удалось бы избежать. Красноярску, похоже, не дают покоя лавры Голливуда. После нашумевшего фильма «Дороги» красноярские кинематографисты закончили работу над картиной «Блеф». Режиссеры и творческие группы у этих фильмов разные. По словам создателей «Блефа», действие триллера разворачивается вокруг любителей азартных игр, на что они готовы родить денег и победы. Бюджет фильма составил всего 60 тысяч рублей. Необходимое оборудование предоставил молодежный центр «Зеркало». Работа над картиной длилась около двух лет. Авторы фильма Александр Шелл и Александр Конов планируют отправить фильм на зарубежные кинофестивали, а также запустить показ картины в кинотеатрах нашего города. Самая идея появилась лишь в феврале 2013 года. Начали мы снимать в августе, когда все подготовили. Ну, потом зимние условия, трудности с деньгами, несовпадение графиков. Ну, и самая загвоздка в сюжете. Он в одну ночь, поэтому, естественно, нам нужно было ловить погоду, время года, соответственно. Плохой фильм, если не ставишь на паузу, когда идешь на кухню за кружечкой горячего чая. Об этом говорить сегодня не будем. Моя коллега Мила Хренова отправилась в кинотеатры города, чтобы приготовить для вас киноновинки предстоящей недели. Давайте посмотрим. И самая первая новинка от российских киношников. Их приговорили к пожизненному изгнанию с планеты и отправили в опасный путь. И Эрвины Кристи идут на поиски счастливых островов. Счастливых, потому что там можно жить, а не медленно умирать, быстро теряя человеческий облик. Вот только еще никому не удалось пройти 300 километров через болото. Этот фантастический квест понравится наверняка каждому. Ну а если вам не по душе фантастика и вы любите что-нибудь поострее, то сходите на ужастики. Когда шесть девочек родятся шестого дня, шестого месяца сбудется проклятие. И только одна из шестерых останется в живых, и она станет рукой дьявола. Вот такая жуткая история о шестерых юных леди. А если не хотите ни то и ни другое, то тоже правильное решение. Лучше сходите на добрый и смешной мультик. Например, посмотрите 3D-шную историю об Астериксе и Обеликсе. Они как всегда пытаются расправиться с Цезарем, который хочет уничтожить всех галов. Галы хотят жить как римляне. А? Ваш план сработал. Они играют по нашим правилам. Совершим налет на деревню. А потом начнется полный фарш. Котлетки. Опять голодный что ли? Мотель! Нет! Враг не пройдет! Друзья, активизируемся. Наш конкурс двойников вышел на финишную прямую. Через неделю, 26 декабря, в прямом эфире, мы подведем результаты конкурса и пообщаемся со всеми финалистами. Кто из них больше всего похож на известного человека, артиста или актера, решать вам, нашим телезрителям. У вас остается всего несколько дней, чтобы загрузить в нашу группу во ВКонтакте свое фото в образе известного актера, певца или персонажа кинофильма. Не забудьте приложить фото оригинала, чтобы мы могли сравнить, похожи ли вы на самом деле. Дерзайте, времени осталось немного, а подарки, поверьте, достойные. Моя коллега Вика Щапова не будет спрашивать у вас, на кого вы похожи. Зато знайте, что происходит в вашей личной жизни, и она узнает точно. Далее рубрика «Как дела?» Смотрим. Всем привет, я Илья Вика Щапова, и это рубрика «Как дела?», в которой мы знакомим вас с главной достопримечательностью Красноярска. С красноярцами. Пойдемте спросим, как у них дела. И почистим обувь сейчас, быстренько. Как дела? Замечательно. Я человек поиска себя. Я танцами занимаюсь. Хип-хоп хочу, все хочу. Там, понимаете, такой танец, что партнер ведет, ты ведешься. Все, куда я езжу, это танцы. Я долго засыпаю. Мне нравятся эмоции. Начала я тренироваться, понимаю, тяжело, не могу. Я с ума сошла. Зачем оно надо? Потом понимаю, зачем. И заканчиваю. Ты не знаешь, где тут мусорное ведро? Я только пришел. Это все, что меня интересует. Как дела? Да все отлично. Ну, это что-то такое, такое. Ну, хотелось бы что-то строгое, такое. Ну, такое строгое, и именно акцент сделала на губы на своих. На кого-нибудь стрельнуть. Ну, такие оболтусы в таком виде, в общем. Примерно вот как Стас. Хорошо, хорошо. Мне сейчас сойдет. А вы не знаете, куда жвачку выброситься? А я тоже вот, держу в руках. Не знаю. Ладно, понятно. Ладно, мы пошли искать ведро. Как у вас дела? Нормально. Я за вами убрал. Всего больше. Пожалуйста. Я не могу сказать, что я гуманитарий. Жи-ши? Пи-ши-си. Ча-ща? Через я. А, нет. Правда, правильно? Мы же гуманитарий. У меня такое ощущение, что с моими результатами я буду жить на улице. Спасибо. Я плохо подмел, там одна девушка, которая ходила босиком, мне не понравилось. Когда я ей сказал, ну вы бы ходили в обуви. Нет, я вообще был вопрос такой. Вы бы одели что-нибудь на ноги? А то я как бы тут бокал разбили, я плохо понимаю. А что мне одеть? Ну люди как в обуви с 18 века носят, наверное. Не знаю. Спасибо. Спасибо. За это меня любят люди, они всегда смеются рядом со мной. А в следующий раз, пока мы ищем друг друга в ВКонтакте, я спрошу, как дела именно у вас. Не уходите далеко от меня. Пока. Петухи, хоккеисты, разноцветные рыбки и мультяшные герои. В Красноярск вернулась мода на елочные игрушки советских времен. 30-40 лет назад каждая игрушка была произведением искусства. Наверняка у кого-то на антресолях еще сохранились цыплята и попугаи на прищепке. Или огромные с ладонь зеленые еловые шишки. А еще Дед Мороз со снегурочкой под елку. И, конечно же, красная звезда на макушку. На Красноярской фабрике «Бирюсинка» старых форм, по которым делают елочные украшения, сохранилось немного. Но те, что есть, пользуются огромным спросом. Стоят украшения под раритет всего-то от 25 до 125 рублей. Но не знаю, какие поросят уже всех раскупили. А какие старинные игрушки хранятся у вас дома, сегодня узнавал Антон Дубицкий. У вас остались новогодние игрушки со времен СССР. В прошлом году отдала детям. Во дворе елка была, а я отдала их. Ну, домики, снежинки. Я даже вам хочу сказать, это знаете, с какого, 73-го года. Тогда же были то Дед Мороз, то такой котосайчик, то там еще что-то такое с изюминкой. Помню, были такие елочки из необычного материала. То есть не совсем стекло, черте знает, что это такое, но было здорово. Как хворост, так злими. Стеклянные игрушки разных форм, всякие снегурочки Деда Мороза, елочки и прочее. Я из Армении привезла с тобой давно-давно. Шишки, сосульки. Петушок, балерина, зайчики. Очень много прям такие маленькие. Ну и все, наверное, так мишек, свинки, вот всякие такие на прищепках даже. Как думаешь, сколько им лет? Ой, ну им лет, я думаю, 30-40, если не больше. Ну а сейчас я готов подвести итоги нашего конкурса. Напомню, вам надо было сфотографироваться в костюме символа наступающего года овечки. И выложить селфи в нашей группе во Вконтакте. Результаты у вас на экранах мы поздравляем победителя. А кому сегодня не повезло, не расстраивайтесь. Завтра новый розыгрыш. На этом я с вами прощаюсь. Завтра эфир для вас пройдут Мила Хренова и Вячеслав Голубев. Они только что узнали, что они не одни такие. Ой, нет! За что мне это? Ведь у них есть двойники. Узнай и ты, кто из красноярцев похож на звезд. Спонсор прогноза погоды салон кожи и меха «Мондиал». Шубы-дубленки со скидкой 50%. 19 декабря в городе Красноярский снег. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Давление 749 миллиметров втутного столба. Температура воздуха днем минус 8, ночью минус 13. Спонсор прогноза погоды салон домашнего текстиля «Тач». Поздравляет всех с наступающим Новым Годом и приглашает на распродажу. И о погоде в городах края. В Норильске снег минус 7. В Минусинске переменная облачность минус 10. В Каннске снег минус 9. В Ачинске снег минус 8. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!